Всем добрый день, добрый вечер. Не знаю, кто когда меня смотрит, в какое время суток. Итак, это можно сказать, что уже такая полноценная первая лекция, потому что предыдущий урок, он больше носил характер вступительного, некого такого объяснения о том вообще, о чем будет идти речь в ближайшее время и, собственно, почему эта колода, почему ее, кстати, 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 где? Вот вся колода не потребуется, ну, в принципе, есть в суховом варианте, но также пусть она будет у меня перед глазами. Так, давайте параллельно тогда посмотрим, что здесь у меня есть подготовлено. Вот я уже показывал в прошлый раз, вся колода, вот, собственно, на основе гравюр Густаво Дере, и, как я и также анонсировал в прошлый раз, что будем мы рассматривать все эти карты не по порядку, например, там, от Шута, либо от Мага и до карты Мир, то есть сначала есть и старшие арканы, потом числовые арканы, придворные, нет. Будем мы смотреть скорее больше по темам, по темам самих гравюр. Я их, вот вы сейчас видите, разделил на те, которые относятся к библейским сюжетам, которые относятся к потерянному раю Мильтона или Божественной Комедии Данте, либо Гаргантюай, Пантагриэль, Рабле. Также я отнес другие, в других достаточно много авторов и много карт, большинство их, несмотря на то, что там разные авторы, гравюры относятся к разной тематике, но их получилось, что почти половина всех остальных карт. Но если мы говорим о какой-то монотематике, то Библия будет такой самой обширной в данном исполнении. Сюда входит 26 карт, и я решил, что сегодня мы начнем с карты Маг, потому что она получается у нас, в общем-то, первая в этом списке. И, может быть, было бы более разумно начать скорее не то, чтобы с карты Маг, потому что сейчас мы с вами поймем, кто на этой карте изображен и почему составители колоды в Лос Карабео отнесли к этой карте именно данного героя, данного персонажа. Может быть, было бы более разумным следовать какому-то историческому, не то что повествованию, а ходу событий, и начать с тех карт, которые предшествовали карте Маг. Но уже как есть, так есть, и скорее всего, что мы и будем их рассматривать в порядке очередности, как они сейчас изображены на мониторе, то есть начиная с мага и будем дальше продвигаться к императрице, императору, правосудию и так далее. В общем, все карты по списку. Я, естественно, что был несколько готов к этому уроку уже в принципе, если бы довелось делать некий экспромт, но и понятное дело, что я провел такую более тщательную подготовку с тем, чтобы собрать больше информации. И, конечно же, все, что я сейчас буду говорить, оно в большей степени основано на Библии, потому что это у нас и есть библейский сюжет. Я в прошлый раз уже показывал вот эту книгу. Я, в принципе, ее рекомендую всем тем, кто не читал Библию вообще, либо те, кто читал, либо начинал читать, но было сложно воспринять Библию вот в том оригинальном виде, в котором она есть. Не важно, что это за перевод был, на какого года издательство, присутствовали там старославянские буквы, либо нет. В любом случае, текст достаточно сложный. И я бы даже так сказал, что Библия, она выглядит в большей степени как концентрат, нежели как художественное чтиво. Что значит концентрат? То есть там порой можно на каждом стихе библейском останавливаться и вдумываться в смысл и пытаться эту тему развернуть. Дальше, когда мы будем с вами разбирать божественную камею Данте или потерянный рай Джона Мильтона, потому что оба этих произведения, они так или иначе пересекаются с библейскими темами, и вот там понятно, что то, что записано в Библии буквально на десяти страничках, авторы растянули на несколько сот страничек. Вот это и есть, вот это самое разворачивание концентрата во что-то более удобовыримое в таком художественном повествовании. Конечно, там присутствует авторская мысль, точка зрения на предмет того, что происходило, скажем, в Эдемском саду, либо, может быть, в неком закулисе на небесах, или в том же аду, куда был сброшен садана и его приспешники. Но вот это как раз книга, о которой я сказал, книга, пересказанная детям старшего возраста. Пусть вас не смущает то, что здесь присутствует слово «детям», на самом деле она отлично подходит взрослым и читается намного более приятно и удобно, потому что здесь прямые библейские цитаты, они перемешаны с языком автора. Я не уверен, что именно это издательство, издание, оно выпускается до сих пор, но не проблема его найти в перепродаже. Стоит оно абсолютно вменяемых денег, я бы даже сказал, по меркам толщины этой книги, и то, что она перепечатана с изданием 1996 года, она вообще стоит сущие копейки. Поэтому имеет смысл ее приобрести. Если хотите почитать Библию, прям рекомендую именно этот вариант. Также, забегая наперед, хочу сказать, что мы будем читать с вами книгу «Исход» почти всю. Нам придется ее пройти почти всю, но, естественно, я не буду читать ее полностью от и до, ибо это займет очень много времени. Мне пришлось несколько поработать для того, чтобы понять, что читать. И я не хотел бы пересказать смысл, потому что некоторые слова будут упущены. Я хочу сейчас вместе с вами зачитать, а потом, условно говоря, мы бы этот вместе текст обсудили. Ну, как вместе. То есть, я буду его обсуждать и говорить о том, на что я бы хотел обратить внимание, о чем я подумал в связи с этой картой. Ну, а вы, соответственно, можете также в этом пассивно участвовать. При желании можете прочитать самостоятельно полностью всю книгу «Исход». Можно даже забежать наперед и почитать книгу «Левит». Если хотите предысторию, то можно почитать также книгу «Бытие». Но то, что конкретно касается наших событий сегодняшних, нашего главного героя, который изображен на карте «Маг», вот это все будет у нас содержаться в книге «Исход». Что бы еще хотелось сказать, прежде чем начинать читать? Да, я хотел сказать, что я не знаю, насколько долго затянется этот урок, ибо я не засекал тайминг, сколько можно занять само чтение. Ну и, понятное дело, обсуждение может затянуться абсолютно на какое-то непрогнозируемое время. Поэтому, забегая сразу наперед, если вы сейчас видите о том, что эта лекция длится очень долго, и, в общем, разделите ее на несколько частей, так как вам будет удобно смотреть. Я хотел сделать несколько по-другому, сделать это в сжатом виде, но потом от этой идеи отказался и подумал, что давай так, подавай информацию вот в том количестве, как ты считаешь нужным, чтобы люди поняли характер этого героя, всю суть, которая изображена на гравюре Густава Нерре. Ну и пусть люди уже сами делают выводы и получат максимально полный контекст относительно этой карты и относительно самого персонажа. Может быть, буквально несколько слов, прежде чем начну читать, сделаю вступление относительно того, что в какое-то время израильтяне, евреи, находятся в Египте, они туда переселились ранее и жили абсолютно свободно, спокойно, они там процветали, они увеличивались количеством, они разрастались территориально, и все было замечательно, пока не произошла смена правителей в самом Египте, и вот именно тогда и начались проблемы. Давайте сразу мы перелеснем на карту, которая посвящена сегодняшнему уроку, и начнем, пожалуй, чтение. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца. Но не могши долей скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом. И смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь Фаронова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет. И сжалилась над ним и сказала, «Это из еврейских детей». И сказала сестра его, дочери Фароновой, «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормильницу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь Фаронова сказала ей, «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь Фаронова сказала ей, «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери Фароновой. И он был у нее вместо сына. И нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она, «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжелые работы их. И увидел, что египтянин бьет одного из евреев, братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно, узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Медиамской, и сел у колодези. У священника Медиамского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыта, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему. И он сказал, «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали, «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов, и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим, «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою, Сепфору. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. Моисей пас овец у Иофора, тесте своего священника Медиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыне, и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господен в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. Я иду избавить его от руки египтян и вывезти его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. И вот уже вопль сынов израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди. Я пошлю тебя к фараону, и выбеди из Египта народ мой, сынов израилевых». Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывезти из Египта сынов израилевых?» И сказал Бог, «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать не им?» Бог сказал Моисею, «Я есть им сущий». И сказал так, «Скажи сынам израилевым, сущий послал меня к вам. Пойди собери старейшим израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Арама, Исаака и Иакова, и сказал, «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшина израилевый к царю египетскому. И скажете ему, «Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу, Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкую. И прострую руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него, и после того он отпустит вас». И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и Жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него, и сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простил руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. И еще сказал ему Господь, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказа, как снег. Еще сказал, «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такое же, как тело его. Если же не поверит и двум сиим знамениям, и не послушает голоса твоего, то возьми воды из реки и выли на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Господь, и сказал Моисей Господу, о Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Сказал Господь, кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать? И возгорелся гнев Господина Моисея, и он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жазал сей возьмем руку твою, им ты будешь творить знамение. И пошел Моисей и возвратился к Иофору, к тестью своему, и сказал ему, пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли они еще. И сказал Иофор Моисею, иди с миром. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисею знамение перед глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. После сего Моисей и Аарон пришли к Фарону и сказали, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но Фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Я, читая, подумал о том, что, наверное, будет тяжело, если я буду зачитывать полностью весь текст, без того, чтобы останавливаться и делать какие-то комментарии. Во-первых, это будет несколько тяжеловато для меня, не то чтобы физически, а в том смысле, что мне хочется сразу прокомментировать, а зачитать весь текст, и потом снова вернуться в начало, добавляя какие-то комментарии, ну, было бы глупо, не совсем разумно. Итак, на что я хотел бы обратить сразу внимание, ну, по моему мнению, так это то, что, ну, сразу понятно, да, что на карте маг изображен Моисей. Мы еще не знаем, ну, кто-то, может быть, знает, кто-то не знает, что именно этот человек делает, но, коль уже я начинаю читать историю, связанную с ним, то становится понятно, что это Моисей. Мы прочитали его детство о том, что, кстати, я забыл сказать небольшую предысторию, когда я говорил о том, что задолго до рождения Моисея израильтяне и евреи жили среди народа египетского вполне себе мирно, они могли сосуществовать, друг другу не мешая, на равных правах и условиях. Но сменились правители, случилось так, что евреев стали притеснять и по большому счету их поработили. Но, несмотря на все это, численность еврейского народа росла, увеличивалась, и это начало напрягать правителей Египта, и в какой-то момент был издан указ о том, чтобы умерщвлять каждого младенца мужского пола, который рождался. То есть девочек оставляем, а мальчиков убиваем. И вот как раз и происходит то событие, что рождается младенец, который, по мнению мамы, был необычайно красив своим видом, и она пожалела убить его и умертвить, и осмолила корзинку смолой и пустила на воду, спрятав в тростнике. Находит эту самую корзинку царица, жена фараона, и забирает себе этого младенца, и он вырастает во дворце, как, в общем-то, ее сын. То есть мы понимаем, что Моисей был непростым человеком. Здесь, опять же, я говорил, что это концентрат. То есть мы понимаем, что он явно был образованным, он получил образование самое лучшее, которое только могло быть на то время в Египте, потому что он был сыном фараона. Явно, что человек не был зажат в каких-то своих мировоззрениях, при этом он ощущал себя частью еврейского народа. Я, если честно, не знаю, насколько сильные египтяне и евреи, жившие на одной территории, отличались визуально, но почему так произошло, что он отожеслял себя с еврейским народом, Библия умалчивает, но об этом явно говорят те стихи, когда он увидел вот это угнетение своего народа, увидел, как кто-то из египетских надзирателей бьет его соплеменника, он его убивает, то есть, и там вот есть такая фраза, что к братьям своим, то есть, он народ израилевый, еврея называет братьями своими, то есть, он себя отожеслял с еврейским народом. И можно так сказать, что вот с этого самого момента как раз и начинается, я бы сказал, вот языком Таро путь героя. Потому что он уже был взрослым человеком, когда бежал из Египта, и он был женатым и семейным человеком, когда он из земли тестя своего снова вернулся в Египет. Там уже сменился правитель, никто его уже не разыскивал, тогда не было криминалистики, на него никто не составил фоторобот, и поэтому он себе мог спокойно вернуться и заниматься тем заданием, которым получил Господь. И заметьте, что, как и любому герою, он был позван, ему было дано знамение, видение, его позвал Господь, его позвала, если хотите, высшее провидение, его позвала сама Вселенная, судьба, называйте это как хотите. В Библии говорится о том, что его позвал сам Господь, который явился ему в терновом кусте, который горел и не сгорал. И вот именно тогда и было дано задание нашему Моисею, который должен в будущем выполнить очень важную миссию. Мы дальше будем с вами читать и узнавать, какую. И, заметьте, неоднократно Моисей пытался от этого отказаться, находя веские причины, почему он не может это сделать, говоря прямым текстом, что пошли кого-то другого вместо меня, но неужели я самый лучший выбор? Ну и действительно, неужели это был самый лучший выбор? Почему именно Моисей? Он себе жил спокойной мирной жизнью, он находился далеко от египтян уже, от евреев, которые были угнетаемы египтянами. И у него все было хорошо и замечательно, у него была семья, у него было имущество, он был далеко не бедным человеком, он мог себе также спокойно продолжать жить правильной жизнью, занимаясь служением Господу, в той мере, в которой он считал это необходимым и важным, нужным. И вот как раз и здесь есть небольшая часть, когда он должен совершить какую-то великую миссию. То ли ввиду его характера, то ли ввиду его, может быть, положения в обществе, но Господь его призвал для того, чтобы он мог сделать нечто важное. Давайте читать далее. И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. И сказал фараон, вот, народ в земле си многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал постановление приставникам над народом и надзирателем, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича. Как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы. Приставники же понуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. И пришли надзиратели сынов Израилевых и возобили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Но он сказал, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им, да, видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона, и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей к Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того избавить же, ты не избавил народа твоего. И сказал Господь Моисею, теперь ты увидишь, что я сделаю с Аароном, подействуй руки крепкой, он отпустит их, подействуй руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. Видим, да, что произошло. Произошла обратная реакция. Моисей, его брат Аарон, который был более красноречив, в отличие от Моисея, они договорились сынами Израиля, мы своими начальниками, о том, что мы, так сказать, непростые люди, нас послал Господь, нас послал Всевышний для того, чтобы сделать вам хорошо. Они показали себе знамения для того, чтобы убедить в правдивости слов. Что значит знамения? То есть они показали, что они не просто обычные люди, что они обладают какими-то способностями, что они имеют какую-то связь с Всевышним. Не просто шарлатаны попросили отпустить для служения Господу, но фараон мало того, что отказал, так он еще и ужесточил работы для израильтян, мол, говоря, у них мысли вообще не о том. Они не думают о работе, они думают о том, как бы им еще какие-то дополнительные выходные получить. Мало они работают, давайте им усложним работу, пусть сдают то же количество кирпичей, но теперь вы им солому не давайте, пусть сами где хотят, там ее и берут. Идут, собирают у себя, где-то по полям ищут. И в итоге израильтяне понимают, что их работа усложнилась. Они естественно начинают роптать, они начинают стянать по этому поводу, обращаются к своим начальникам, к израильтянам, те в свою очередь бегут к Моисею и Аарону, Моисей в свою очередь бежит к кому? К Господу. И в итоге опять он начинает стянать и круг замыкается в том смысле, что никто из них пока не верит в то, что может что-то хорошее произойти из всего того, что мы здесь видим. И здесь можно сказать, поскольку мы обсуждаем Моисея, то давайте больше делать акцент на нем, на его ключевой фигуре и смотреть на, может быть, какое-то становление его как человека, который еще не так давно занимался тем, что пас овец у своего тестя, а сейчас он выполняет такое важное задание, связанное с тем, чтобы вывести израильтян из египетского рабства, в котором они находились уже много сотен лет. Ну, читаем дальше. Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон брат твой будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон брат твой будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое. Народ мой сынов Израилевых из земли Египетской. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда прострою руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых. Еще раз, вот это такая цепочка, Господь обращаясь непосредственно к Моисии, Он говорит о том, что я буду говорить с тобой, коль ты посчитал, что ты не способен общаться напрямую с народом, ты считаешь себя косноязычным и у тебя не хватает словарного запаса, то ты говори напрямую Аарону, а вот он уже сумеет преподнести твою речь так, чтобы она звучала более интересно и красиво, более проникновенно. И также он говорит о том, что чтобы вы не говорили фараону, его сердце будет жестоким и он не будет вас отпускать. Но это все будет сделано для того, чтобы на нем была явлена сила и слава самого Господа, когда он будет выводить израильтян из Египта. То есть Господь уже сейчас говорит Моисею, а Моисей, естественно, эти слова передает кому? Аарону, передает народу о том, что не все так легко и просто будет происходить, что это будут тяжелые и трудные испытания. И он как бы пророчествует тем самым все эти события, которые их ждут впереди. Он уже забегая наперед, предвидит будущее и об этом сообщает израильтянам. Так говорит Господь. Из всего узнаешь, что я Господь вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. Да, я что хотел сказать, что далее я не буду зачитывать все десять казней, которые случились с народом египетским, я их коротко зачитаю, имеется ввиду, я зачитаю их все, но я не буду подробно о них читать, потому что займет много времени. Но забегая наперед, сразу скажу, что каждый раз, когда происходит какое-то ужасное бедствие с египетским народом, фараон либо его приспешники прибегают к Моисею, они умоляют, чтобы он помолился Господу, чтобы все это прекратилось, и что вот-вот они сейчас наконец-то отпустят народ израильтян, для того, чтобы они сделали служение своему Господу в пусыне, чтобы они принесли жертвы. Но как только Моисей молится Господу и прекращается одна из вот этих поочередных каких-то казней, снова сердце фараона становится жестоким, и он забирает свои слова обратно. И сейчас я зачитаю все вот этих десять бед, которые случаются с египтянами. Вот первый из них. Вода превращается в кровь. Ну и понятное дело, что все живое, что находится в воде, она умирает, вода начинает гнить, вонять, и страшное бедствие происходит в земле египетской. Следующая казнь. Если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. Так и случается. Приходит много лягушек, от которых нет спаса. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, простри жезл твой, и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской. Третья большое количество мошкары. Четвертое. Если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в дома твои песь их мух, и наполнятся дома египтян песьми мухами, и самая земля, на которой они живут. Пятая казнь. Вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва, весьма тяжкая. Шестая казнь. Возьмите по полной горсти, это Господь говорит Моисею и Арону, пепло из печи, и пусть бросит его Моисей к небу в глазах фараона, и поднимется пыль во всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской. Седьмая казнь. Посылается град весьма сильный, которого подобного не было в Египте со дня основания его и до ныне. Восьмая Если, говорит Моисей, ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет ли все земли так, что нельзя будет видеть земли и поест у вас оставшаяся усылевшая от града. Девятая казнь. И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу и будет тьма на земле египетской осязаемая тьма. Моисей простил руку свою к небу и была густая тьма по всей земле египетской три дня не видели друг друга и никто не вставал с места своего три дня. И сказал Господь Моисею. Речь идет дальше о самой страшной о десятой казни. Хочу прокомментировать дополнительно по поводу этих всех казней, которые выполнял Моисей. Чтобы вы понимали, каждая из этих казней выделила как с одной стороны страшное бедствие для египтян, а с другой стороны как великое чудо для сынов Израилевых. Потому что их эти беды не касались. Они касались выборочно только египтян. все, что не происходило плохое, будь то со скотом, будь то с этими язвами, или с этими мошками, или с тем же градом, который уничтожал урожай египтян, ни со скотом, ни с урожаем, ни с самими людьми евреями, ничего подобного не происходило. То есть вот прямо на вазах было огромное разделение, что давало не только фараонам, но и всем жителям Египта повод задуматься, почему вообще так происходит. Десятая казнь. И сказал Господь Моисеев, еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта. И умрет всякий первенец в земле египетской. От первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот, не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. Вот речь идет о самой страшной десятой казни, после того, когда фараон ни в какую не хочет отпускать израильтян, хотя каждый раз обещает, что он это сделает, но каждый раз нарушает свое слово. И речь сейчас идет о том, что будет умершен в одну ночь каждый первенец, независимо от того, это первенец человека или первенец козы, коровы, овцы, свиньи, любого скота. Ну и понятное дело, что первенец не младенец, сейчас рожденный, а вот ты родился первым. То есть если в семье фараона было три сына, либо три ребенка, то первый родившийся из них будет умертвлен. Почему идет речь о первенцах? Я не уверен, считалось ли это таким уж значимым и важным у египтян, но у евреев тот, кто родился первый, он унаследовал дом отца своего, он унаследовал его род и являлся продолжателем рода. То есть когда мы говорим о том, что еврейский народ шел от Авраама, потом к Исааку и Иакову, то мы понимаем, что у Авраама был не один сын Исаак, и у Исаака не один был сын Иаков, но каждый из них был продолжателем рода и был правоприемником для того, чтобы продолжать род до тех пор, пока народ израильтян не разделится на отдельные колени, которые будут потом уже развиваться. Так вот, это первородство как раз было очень важным и действительно, ну мало того, что смерть любого из живущих, не важно, это был бы самый младший сын или дочка или старший, это было горем, но тут также был прям и удар такой по вот этой патриархальной системе, потому что будет убит наследник престола, будет убит наследник и продолжатель рода любой из семьи в земле египетской. Я подозреваю, что вот это важный момент, он был аналогичным, что у еврейского, что у египетского народа, особенно учитывая, что много веков они жили друг с другом рядом. И давайте, может быть, буквально несколько слов прокомментируем по поводу того, как ведет себя в это все время Моисей. Потому что я так это прочитал все бегло, десять казней, но надо понимать, что каждый раз, когда происходила очередная казнь, Моисея вызывали во дворец, там ему приходилось стоять к фараонам, который умолял его, просил прощения, говорил, что так больше не будет, и вот-вот он пустится, но у израилевых. Затем он свое слово забирал, он становился снова жестоким, то есть, вот эти постоянные встречи, стычки Моисея и фараона, ну, должны понимать, что это была абсолютно недружелюбная обстановка. Представьте, что вы являетесь вестником апокалипсиса, и вы несете, пусть даже и для ваших врагов, но страшные какие-то известия, мало того, не только известия, но и действия. Вы думаете, не было какой-то попытки убить Моисея, например? Ведь я нисколько не исключаю, что, хоть об этом в Библии не говорится, но давайте рассуждать логически, что сам фараон, волхвы, которые были рядом и могли делать подобные вещи, там об этом в Библии также идет речь, что они могли повторять некоторые из-за этих вот знамений и страшных кар, которые посылал Господь через Моисея. Волхвы также могли повторять. Неужели вы думаете, что фараон, например, не думал о том, что все дело в самом Моисея, что не в Господе, а в его великой силе убить Моисея означало избавить себя от всех этих страданий и мук? Вы думаете, не было таких попыток? Не исключаю. Естественно, мы понимаем, что он был под защитой Господа и у него была совершенно другая важная миссия. Но если опустить этот момент, а посмотреть на это с точки зрения человека, мага, то мы понимаем, что нужно было обладать определенным набором качеств для того, чтобы каждый раз идти на встречу со своим врагом, нести ему ужаснейшее известие, предупреждая его о смерти, ну, не обязательно буквальной, но уничтожении для его народа, падение его репутации и ряд других каких-то негативных моментов и аспектов. и каждый раз вполне возможно, что он подвергал как свою жизнь угрозам, так и, в общем-то, все что угодно могло быть с ним. Он мог быть схвачен, посажен в тюрьму, не шла речь о том, что там были рядом телохранители, он шел просто со своим братом Аароном, ну, могли еще быть кто-то из начальников сыновь израилевых. Вот и все. Подумайте об этом насчет личности самого Моисея, который, отказываясь вначале выполнять поручения Господа, конечно, он еще в самом начале может и не подозревал все, что предстоит ему сделать, но он в течение какого-то времени пришел к тому, что он выполнял эти задания именем Господа. И там не говорится о том, что Господь укреплял его, да, вот как-то сказано, например, что Господь ожесточал сердце фараона, чтобы он не отпускал. Но там не говорилось о том, что и сделал Господь необычайно смелый Моисея и отправлял его. Понятно, что Господь его поддерживал. И естественно, что Моисей верил всему тому, что происходит, ибо он был сам свидетелем всех этих замечательных чудес. Но и другие люди были также свидетелями, в том числе и соплеменники Моисея. Но они себя вели несколько иначе. Вспомните, как они рапрали по поводу того, зачем ты вот пришел просить у фараона, чтобы нас отпустили. Мы и так себе неплохо жили в рабстве, а тут нам теперь вообще все плохо. Теперь надо и солому искать самим, чтобы дальше делать кирпичи. Ну и так далее, и так далее. И каждый раз были такие стенания и раптания по поводу того, что вот, оставь нас в покое и давай каждый будет жить своей жизнью. непросто было. Непросто было быть исполнителем воли Господа и совершать те действия, которые ты считал правомерными и справедливыми. Так, продолжаем. Где мы остановились? И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, пойдите и совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, мы все померем. И вот только на 10-й казни спустя продолжительное время происходит, наконец-то происходит то, что должно было произойти изначально. Изначально по легкому пути, когда можно было просто отпустить народ Израиля, совершить служение, там даже не шла речь о побегстве, о бегстве из, побегстве, хорошее слово, о бегстве из египетского рабства, шла речь о том, чтобы на несколько дней отпустить израильтян для того, чтобы сделать жертвоприношение Господу. Но этого не случилось, и в итоге все через 10 казней пришло к тому, что и весь народ, включая скот, все их имущество, покидает Египет, и сами египтяне, как и фарон, этому рада, потому что они понимают, что ну все, это уже потолок, что дальше может быть, мы просто все умрем, что может быть еще хуже. Но это еще не конец. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло ополчение Господне из земли египетской ночи. Вот такая небольшая ремарочка, говорится о том, что израильтяне не то чтобы в рабстве, а в целом, вот с сонружестве, да, в совместном проживании с египетянами, они жили 430 лет. Ну, секундочку, достаточно длительный период. Если мы сейчас говорим о том, что у нас 2023 год, то отнимите 400 лет, это у нас будет 1623. То есть мы понимаем, что это очень длительный период для даже современной истории. Представьте, что какое-то государство или какие-то народы живут вместе. Сложно представить, чтобы они прям не были уж так сильно ассимилированы и чтобы у них не появилась общая какая-то культура, ценности, мировоззрение. Случается, что нет, что не появилось. Во всяком случае, не полностью. Ну, дальше мы посмотрим, насколько культура египтян может быть прочно засела в верование самих израильтян с одной стороны и с другой стороны. Ввиду того, что они были рабами, они могли продолжать свой род только среди рабов. Может быть, вот это плохое, что с ними случилось, оно одновременно являлось и неким хорошим для того, чтобы обособить тот народ, который впоследствии должен быть выведен из египетского рабства. И возвещено было циру египетскому, что народ бежал и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали, что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял с собой. Да, получается, что несмотря на те все десять казней и на самую последнюю ужасную казнь, фараон все равно отправляется в бегство, отправляется в погоню за израильтянами, которые уже прошли какое-то расстояние и находились там в какой-то пустынной местности. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет помырать за вас, а вы будьте спокойны». Вот египтяне отправляются в погоню, израильтяне их издали видят, и они понимают, что они ничего не понимают, они забывают о тех всех чудесах, которые они воучу наблюдали, пока находились в Египте, и они говорят, «Зачем ты нас вывел оттуда, что мы там не могли умереть, потому что гробов для нас не хватало, что мы сейчас здесь как какие-то собаки погибнем здесь посреди пустыни, и даже не будет кому нас похоронить, для чего все это нам? И на всем этом фоне у меня возникает ощущение, что Моисей сделан из какого-то другого теста, какой-то другой человек, ведь он не отправлен из будущего, и он не видел ничего того, чего не видели также израильтяне. Почему он до сих пор сохранял настолько стойкую веру и уверенность в том, что он идет верным путем, тогда как его соплеменники имели совершенно противоположное мнение? Вот подумайте о нем как о человеке, который сохранял стойкость, который сохранял уверенность, и он как будто бы невидимым каким-то незримым оком видел то будущее, которого не видел никто, хотя у него не было для этого каких-то какого-то особого дара, может быть, или он не находился в более выгодном положении по сравнению со социальными израильтянами. Но мало того, что они не могли его сломать и сломать его дух, сломать его уверенность, так он еще и был поддержкой для них. Это все мы сейчас читаем про мага. И двинулся ангел божий, шедший перед станом сынов израилевых, и пошел позади них. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади них. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Вот еще чудо для того, чтобы израильтяне не настигли в неподходящий момент, ой, египтяне не настигли израильтян неподходящий момент, Господь разделяет их посредством вот этого облака, которое для египтян создает ночь, а для израильтян день, и в итоге они не смогли их настичь. И простер Моисей руку свою на море и гнал Господь море с сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушую, и раступились воды. И пошли сыны Израилевой среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его и всадники его. И простер Моисей руку свою на море и к утру вода возвратилась в свое место. А египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. А сыны Израилевой прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и по левую сторону. Конечно, вы все слышали об этой легенде, когда израильтяне бежали из египетского рабства, они дошли до Красного моря и Господь через Моисея посредством через Моисея он раступил, рожден воды Красного моря и израильтяне прошли по дну как по суше, египтяне погнали след за ними, воды сошлись и были они таким образом все убиты. Еще одно чудо, которое явилось перед лицом этого многотысячного народа, который был, ну, я думаю, вы согласитесь, что людей было очень много за 400 лет, которые жили в Египте, это было не тысяча, не две, не три и не десять тысяч человек, а много больше. И двинились из Елима, и пришло все общество сыновь Израилевых в пустыню Син, что между Елимом и между Синаем, в пятнадцатый день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возраптало все общество сыновь Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это умри голодом. И сказал Господь Моисею, говоря, я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я Господь Бог ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, как ини на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Речь идет о том, что Бог им послал ту самую манну небесную, чудесным образом послал им перепелов, для того, чтобы они могли наесться и не умереть с голоду. Ибо они до сих пор не верили, что все то, что с ними происходило случайным образом, и теперь каким-то случайным образом они после всего, что смогли пройти и воочию наблюдать события, вот просто возьмут и умрут в земле пустынной. И сказал Господь Моисею, долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? И двинулось все общество сыновь Израилевых из пустыни Син в путь свой по велению Господню. И расположились Таном в Рефимиде, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас, детей наших, и стада наши. Моисей возобил Господу и сказал, что мне делать с народом с ним? Еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Господь Моисею, пройди перед народом, и возьми с «Вот, я стану перед тобой там, на скале в Хариве, и ты ударишь скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. «И пришли амаликитяне» Амаликитяне это местный народ, насколько я понимаю, местное племя, или может какая-то народность. «И воевались израильтянами в Реофидиме». Моисей сказал Иисусу, ну, Иисус выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма и жазл Божий будет в руке Моисей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. На руки и подножили под него и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения солнца. Очередное я несколько прочитал самых чудес, которые происходили с израильтянами. Вот последний из них, когда напала местная племя израильтян и хотела их убить, благодаря тому, что Моисей держал руки с поднятым жезлом над головой, они одержали победу до захода солнца, которое так долго не садилось. Естественно, мы понимаем, что это была божественная сила, которая через Моисея действовала таким образом на это поле битвы. И пришел Иофор, тесть Моисея, сыновьями его и женой его, к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божьей. И рассказал Моисей тестью своему о всем, что сделал Господь с фараонами и с египтянами за Израиль, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. И Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. На другой день сел Моисей судить народ. И стоял народ перед Моисеем с утра до вечера. И видел тесть Моисея все, что он делает с народом и сказал, что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю уставы Божии и законы его. Понимаете, да, суть происходящего? Моисей выполнял достаточно важную роль. И вот она сейчас стала достаточно хорошо видна и заметна. Он был не просто тем самым проводником, который вывел их из земли египетской и явил все эти самые чудеса, но он также был и их народным лидером и судьей одновременно, который судил их, используя связь с Богом, опираясь на Божьи законы, которые пока еще нигде не были записаны. Он делал это самостоятельно с утра до вечера, в какой-то отведенный день. Он садился, выстроил звенющую очередь из израильтян, которые к нему приходили с какими-то своими проблемами. И он подсказывал, опираясь на знания свыше, как поступать в том или ином случае. Тесть, который приехал, Моисея, увидев все это, зачем ты, мучаешь народ, который целый день стоит в длинные очереди, и что вообще такое происходит, и для чего все это нужно. Далее он к нему обращается с советом. Ты измучишь и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слова моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ними тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками, десятиначальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты это сделаешь, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тести своего, и сделал все, что он говорил. И судили они народ, во всякое время о делах важных доносили Моисею, а все дела малые судили сами. Вот такой совет дает тесть Моисея, дает ему, говоря о том, что ты выбери людей, которых ты посчитаешь, которые будут бескорыстные, которые будут свободолюбивые, честные, которых невозможно подкупить, люди мудрые, богобоязненные, что значит богобоязненные, то есть люди, которые почитают Господа, которые при каком-то малейшем дунывении ветра, когда мы говорим о том, что взроптал народ Израилевый, о том, зачем он нас вытал, мы понимаем, что это не стопроцентная масса, это основная какая-то часть, но были те люди, которые так не считали, которые были такие же твердые, как и Моисей, которые видели все эти великие деяния Господа посредством Моисея сделанное, и они только укреплялись в уверенности того, что они идут праведным путем. И вот он говорит, что поставь таких людей, ты их обучай, ты их научай, ты, конечно, будь сам непосредственно в контакте, в связи с Господом, если нужно будет сложное дело решать, решай, а мелкие пусть они решают сами по местам, ты просто их обучи и дай им такую власть и свободу. Читаем далее. Моисей взошел к Богу на гору, и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе? Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынами Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сие слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою и поверил тебе навсегда. И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освяти его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день Господь перед глазами всего народа сойдет на гору Синай. и проведи для народа черту со всех сторон и берегитесь восходить и скажи берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется горе, предан будет смерти. Вот сейчас речь идет о том, что Моисей должен взойти, еще не зашел, но должен взойти на гору Синай. И вот здесь важная деталь, происходит диалог постоянно, такое видно здесь в очередной раз посредничество Моисея, когда он общается с Господом, тот ему озвучит какие-то слова, Моисей обращается к израильтянам со словами Господа и с вопросом, они ему отвечают, он возвращается к Господу и говорят, они ответили и так-то, и так-то. Господь говорит Моисею, хорошо, тогда то-то и то-то. Он опять возвращается и говорит так-то и так-то. То есть, и вот видно здесь такое прямое посредничество, видно, что он Он является наместником и представителем Создателя, Бога, прямо здесь, на земле. И это видят также израильтяне. И Господь прямыми текстами говорит, что это так и есть. Я это еще и также докажу какими-то явлениями, кроме всего прочего, что Он уже доказывал. Кто видел это, кому дошло, кто это все понял. И Он говорит о том, что Он даст какие-то определенные своды, законы и правила, которые, исполняя которые, израильтяне как бы заключат с Ним завет с Господом и станут Его народом измранным, как народом священников среди всех людей на земле. Что значит священниками? То есть народом, который будет нести, как Моисей, и знания, и быть такими же посредниками среди людей и среди всех остальных царств и народов. Так, и что у нас дальше? «Вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гуру Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, «Сойди и подтверди народу, чтобы он не прорывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Ну, то есть, вот уже происходит то самое главное событие, к которому мы постепенно продвигаемся, и часть которого изображена на карте. Всему народу Израилю является видение, когда сходит Господь на вершину горы Синай, там появляется дым, появляется трубный звук, слышно, как Господь говорит с Моисеем, повелевая ему подняться на гору, а затем спуститься и предупредить, чтобы никто же не поднимался за Моисеем, ибо это для них опасно, потому что они не такие чистые и правильные, что могут погибнуть при виде Господа. И вот, значит, далее говорит Господь. Что, собственно, дальше происходит? Дальше Господь говорит о десяти заповедях с той самой веры Синай. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства твоего. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения». В общем, здесь идет перечисление десяти заповедей, я не хочу их сейчас зачитывать. Далее, после этого всего, «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящиеся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали». Ну, боялись, испугались. «И сказали Моисею, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Господь, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Ну, что имеется в виду, что в очередной раз Господь явился в Своем величии и могуществе, вот в таком необычном видении, для того, чтобы люди, они по своей сути физические, им важно видеть что-то физическое, важно видеть физическое управление существования Господа, какие-то чудеса, какие-то явления, для того, чтобы утвердиться в своей вере. Вот он об этом и говорит, Моисей. Далее идет огромный, огромный список, кроме десяти заповедей, еще также свод правил, таких более практичных, чего стоит делать, чего не стоит, вот в частности там, пришельца не притесняй, не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской, ни вдовы, ни сироты не притесняйте, если же ты притеснишь их, то, когда они его запьют ко мне, я услышу вопль их, и восстановится гнев мой, и убью вас мечом. Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбо, отступая по большинству от правды, и бедному непотворству к тяжбе его. «Удаляйся от неправды, и не умиршляй невином». В общем, здесь идет несколько глав, которые повествуют еще о дополнительных законах, кроме тех десяти заповедей. То есть это целый свод законов, таких более практичных, которые, с одной стороны, и высокоморальные, да не то, что даже по меркам того времени, по меркам и современного общества, но и некоторые из них носили такой чисто практический характер, ситуативный, который касался именно того времени, того образа жизни. Так, и вот, значит, все вот это вот, все, что Моисей записал, он взял книгу Завета, прочитал слух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, ну, жертвенная кровь имеется в виду, говоря, «Вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих». И далее, «И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и закон, и заповеди, которые я написал для изучения их». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, «И слава Господня осенила гору Синай и покрывало ее облако шесть дней. А в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был перед глазами сыновь Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей». То есть понятно, что происходило. Слышан был голос издали для израильтян, голос Господа. Когда он общался напрямую с Моисеем, он ему передавал какой-то свод законов и правил. все это потом Моисей озвучивал для израильтян. Потом случилось вот это явление, когда Господь спустился прямо на гору Синай, там образовалось облако. Это было в течение шести дней. На седьмой день прозвучал голос о том, чтобы Моисей поднялся прямо в среду облака, чтобы он зашел туда. И он так и делает. Он туда заходит для того, чтобы получить от Господа каменные скрижали. То есть вот этот самый какой-то вещественный факт, доказательство вот этих всех законов, которые должны быть записаны на каменных скрижалях, то есть как нечто нерушимое. Потому что бумага может сгореть, слова можно как-то исказить, пересказать неправильно. Как говорится, что написано пером, не вырубишь и топором. А если это еще и записано на камне, то тем паче. И вот заходит туда Моисей на 40 дней и 40 ночей. Так, небольшая отсылочка, да, вы замечаете, как часто повторяются там 3 дня и 3 ночи, либо там 3 ночи, число 7, либо вот число 40. Не единожды оно в Библии будет повторяться, такая небольшая отсылочка, может какие-то пазлики в голове будут складываться. И далее, значит, когда Моисей поднялся уже в среду этого облака на 40 дней и 40 ночей, вот он там и разговаривал с Господом, точнее, Господь разговаривал с Моисеем. И он дальше рассказывал о том, как сделать, как делать жертвоприношение, как сделать сам жертвенный алтарь и много таких других практических предписаний, которые я зачитывать все не буду, они занимают достаточно большое количество глав. Вот. И переходим дальше. Это знамение между Мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7 почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божьим. То есть это не просто были каменные таблички, это были таблички, написанные самим Господом. Обо всем, о том, о чем они говорили, и то, что касалось конкретно Завета и как бы договора между израильтянами и Господом. Они выполняют то, что там написано. Господь, в свою очередь, делает их народом над всеми народами, но как священников. То есть как те, которые должны нести правду и должны расширять вот эти самые знания, чтобы каждый из израильтян стал подобно тому самому Моисею для каких-то иноплеменников, предположим, в далеком-далеком будущем. Но вначале им самим нужно было пройти этот сложный путь, выполнять весь тот свод законов и правил и стремиться жить по ним, несять эти учения в мир. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то обратился к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон, «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших сыновей, жен и дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из руки и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею, «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им». Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Видим, да, что происходит. Происходит то, что вот эти много сот лет, которые израильтяне живут вместе с египтянами, не проходят бесследно. С одной стороны, да, их можно осуждать, можно их, конечно, и оправдать в чем-то, но суть в том, что за те 40 дней, которые Моисей был на горе, они говорят, «Ну, мы, в общем-то, забыли все эти чудеса, которые происходили, и нам надо должное кому-то отдать». То они раптали о том, что им нечего кушать, а то им захотелось праздника какого-то. Захотели они должное отдать Богу какому-то, видимому Богу. Сделал Аарон им золотого тельца, они ему поклонились. Господь, естественно, все это видит и знает, об этом сообщает Моисею, и говорит, что «Я их сейчас всех убью, а от тебя произведу потомство». Как от единственного праведного. Ну, ибо никто их там, получается, не остановил. Даже Аарон. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкую. Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоему». И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. «Скрижали были – дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею, «Военный крик встань!» Но Моисей сказал, «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он восполненился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их над горою. И сказал Моисей Аарону, «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал, «Да не возбирается гнев господина моего. Ты знаешь, этот народ, что он буйный». Они сказали мне, «Сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. Вот это как раз и есть та самая сцена, к которой мы так долго шли. Сцена, к которой Моисей и израильтяне шли много лет. А сам Моисей к этому шел всю жизнь. Он сорок дней и сорок ночей находился на горе Синай, прямо на самой вершине. Рядом, недалеко, находился вот Иисус. Дальше были сказаны его фамилии, но еще раз напомню, что это не Иисус Христос. Ну и какие-то другие люди, которых он взял с собой. Но весь остальной народ, включая его брата Аарона, остались там у подножия. И за сорок дней они забыли о всех тех чудесах, которые с ними происходили. И они решили, что надо отдать кому-то должное за то, что они таким замечательным и чудесным образом вышли из Египта. Ну потому что Моисей, который их выводил, ну как бы делся куда-то Моисей, непонятно. То есть как будто бы он десять раз не говорил, что он всего лишь посредник между ними и Господом. Все, они об этом забыли. Ты нам сделай что-то физическое такое, что мы вот увидели, поклонились Ему, вот это нам подавай, да, вот этого идола нам давай, тельца золотого. Но умолял Моисей Господа не убивать их, мотивируя тем, что тем самым ты как бы и поругаешь имя свое. Потому что об этом узнают, естественно, египтяне, об этом узнают все окружающие народы. И, ну, что они подумают о Господе, да, что он вывел для того, чтобы убить израильтян в пустыне. Выходя, зная это, зная это, он в уходе спускается, слышит вот эти вот пляски, слышит эти пения. В нем возгорается праведный такой вот гнев, и он разбивает скрижали, которые написаны даже не имсами, а написаны Господом, которые были ему вручены, начерчены они перстом Божьим, как сказано в Библии. И вот как раз мы и видим это на данной гравюре, которую изобразил Юштаб Нерре. Есть ли смысл читать о том, что он потом сжег этого тельца, провел определенный обряд, развеял этот пепел над водой, воду заставил выпить израильтян. Они покаялись, было убито около трех тысяч человек. Я думаю, не случайно эти люди были убиты, то есть определенное какое-то количество людей. Они раскаялись о том, что совершили. Моисей снова обратился к Господу, и он заново поднимался на гору Синай, с тем, чтобы снова спуститься оттуда с каменными скрижалями. Только эти скрижали уже Моисей сделал сам, но начертал на них уже Господь. То есть так уже наполовину сделал их Моисей, наполовину они были сделаны Господом. «И сказал Господь Моисею, «Вытяши себе скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, какие были по-прежнему на скрижалях прежних, которые ты разбил. И будь готов к утру, и зайди утром на гору Синай, и предстань передо мною там на вершине горы». «И пришел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу и сказал, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, туда пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен. Прости беззакония наши и грехи наши и сделай нас наследием твоим». «И снова пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловия. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошедстве его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилева, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После сего приблизились все сыны Израилева, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае. Давайте остановимся на несколько важных моментах. Вот он снова поднимается на горы, он снова получает те самые наставления, записывает, включая 10 заповедей, на каменных скрижалях и свод законов. И остальное, в том числе, он пересказывает напрямую вначале Аарону и начальникам, а потом и непосредственно самому народу. То есть, вот он конкретно им говорит о том, что он слышал, показывает, что там записано, и передает все то, что ему пригодил Господь непосредственно израильтянам. Да, пожалуй, все, потому что далее идет, в принципе, повторение того, что уже было, имеется в виду до того момента, когда он разбил каменные скрижали, по большому счету идет повторение того, какие там записаны законы, и какие там какие-то содержатся конкретные предписания, как себя следует вести, как следует поклоняться, какие сделать, как сделать алтарь, ну и тому подобные какие-то вещи, такие уже более практичные. Так, что можно сказать по поводу, теперь, самой фигуры Моисея? Я себе сделал здесь некоторые записи, я уже вначале сказал, что его жизнь, она выглядит как путь героя. Если мы сейчас вспомним о том, как у нас все начиналось у самого Моисея, он вырос в царской семье, как я уже сказал, и явно у него было хорошее образование, и замечательное положение в обществе. Но в какой-то момент судьба его, можно сказать, жестоко наказывает. Ну, явно, явно он оказался благодаря какому-то врожденному чувству справедливости, хоть он совершил с точки зрения морали плохой поступок, с одной стороны. Убийство. Ну, в целом, да, это плохо, но, я бы так сказал, какое-то оправданное убийство, с той точки зрения, что он хотел защитить угнетаемых своих братьев, евреев. И, ввиду этого случая, он был вынужден бежать из египетской земли, но, об этом не сказано, но он убежал, в том числе, от комфортной, от хорошей жизни. Конечно, он не стал бы наследником, скорее всего, он бы не стал наследником Египта, он не получил бы царскую власть, потому что не был законнорожденным сыном, хоть и воспитывался как сын фараона, но, я уверен, что обладал целыми рядом преимуществ и совершенно замечательной жизни, не в пример своим братьям-израильтянам, но он себя считал именно их, точнее, он себя считал их братом, а их считал братьями его. Убежав оттуда, он, тем не менее, не убежал от, так можно сказать, своей судьбы, и он был позван Господом для того, чтобы совершить великое дело, для того, чтобы не только вывести народ из египетского рабства, и в дальнейшем привести в землю обетованную, то есть землю обещанную, но и сделать этот народ богоизмранным народом не номинально, не на бумажке, мы видим, да, что на бумажке происходит. Вдруг решили поклониться золотому тельцу и стал вообще вопрос о том, а вы будете существовать, или я вас сейчас всех истреблю, говорит Господь. Для того, чтобы быть богоизмранным, необходимо было быть подобно Моисею, жить так, как он, совершать те дела, которые совершал он, быть уверенным в том, что ты делаешь хорошее, является, ну, одновременно, конечно, и результатом твоей работы над собой, но и также Божьим проведением. И заметьте, как много раз Моисей подчеркивал, что дело не в нем самом, это не он такой уникальный, это не его такие магические способности, это не его такой волшебный жезл, это не он, держа руки над долиной смог побеждать, забыл тот народ, это не он своей силой развернул воды Красного моря, это все Господь через меня. Не то, чтобы это говорило о его скромности, это скорее причинно-следственной связи, а по-другому и быть не может. И вот этому как раз и следовало научить всех остальных израильтян, чтобы они стали богоизбранным народом, чтобы каждый из них впоследствии, с течением времени, выполняя свод тех законов, слушая Моисея, дойти, дорасти до того уровня, чтобы можно было это все расширять на остальные народы, на остальные национальности. И как много ему пришлось пройти. Я не знаю, почему авторы решили выбрать именно вот эту гравюру, когда он разбивает скрижали, ведь есть другая гравюра. Когда он вновь спускается с горы Синай и держит скрижали, когда народ за этих 40 дней уже в конце концов не сделал себе золотого тельца и когда в ней бы лицо сияло, как у святого человека. Наверное, это был бы некий такой апофеоз его жизни, хотя, забегая наперед, скажу, что это еще не конец, потому что 40 лет потом он будет водить народ Израиля по пустыне, только через 40 лет они выйдут в землю обетованную молоко и мед. Но об этом будет у нас другой карты, к счастью будет об этом, этот контекст появится, поэтому к нему сейчас отдельно возвращаться не будем. Так, что бы я хотел сейчас посмотреть. Так, я уже сказал, на что начал служение будучи семейным и взрослым. Да, у него это не молодой юноша, когда только начинается путь у человека. Вот он прям вольная птица, мягкая глина, что с него вылепишь, то и будет. Нет, человек уже был сформирован в чем-то. Я уже говорил о том, что он был далек от своего народа, они там жили себе уже много сотен лет, да, не в самых лучших условиях, да, они были в рабстве. И, конечно, Моисей это угнетало, но у него была своя жизнь, у них была своя жизнь. Он, в конце концов, и так пошел на большие жертвы, когда отказался от всего того, прекрасного и замечательного, что у него было в царском доме фараона. ну, и здесь настигает его Божье провидение к сам Господь, который появляется в этом терновом пылающем кусте и говорит о том, что ему необходимо будет совершить поход и совершить ему вот эти самые действия. Кстати, заметьте, что когда я читал по поводу того, что он поднялся первый раз на гору на 40 дней, а израильтяне за этот момент сделали золотого тельца, вот вопрос, а где была жена его и где были дети его? Ну, явно, что они не были с ним на горе, правда же? Они там находились вместе с Ааронами и с другими. Отдельно ничего о них не сказано. Не знаю, насколько это было важно в данном контексте, но наверное в разрезе такого важного дела, как то, что было поручено Моисею, наверное, это не было столь важно. Оказались они в числе предателей, либо не оказались. И даже речь не идет о том, что были ли они потом убиты, были ли они в числе убитых тех трех тысяч, которых умертвили израильтяне из колена левия. Тоже такой момент в плане семейной жизни. В целом мало об этом говорится. Ну, я думаю, что непроста была жизнь его как семейного человека. у него было иное какое-то предназначение. Я не говорю о том, что он был счастлив или несчастен, были у него дети в большом количестве или в малом. Дальше в Библии об этом говорится, есть там информация. Я к тому, что это не настолько важно в данном разрезе, в данном аспекте, по этой карте во всяком случае. Еще один момент, на котором хотелось бы отдельно остановиться, это о том, что когда совершилась десятая казнь, я не так много читал в самой Библии об этом вслух, но сейчас хотел бы проговорить. Там был прообраз Пасхи, той, который мы знаем, когда Иисус Христос принес себя в жертву. Хотел тоже вскользко об этом поменуть, в дальнейшем этот контекст нам поможет в будущих лекциях. Так вот, необходимо было каждому из израильских семи, каждой семье принести жертву животное и кровью животному помазать дверной косяк, для того, чтобы ангел Господень, который будет проходить по египетской земле, видел людей, израильтян, которые поверили, и их семью не трогал, а всех остальных умертвил. И вот эта кровь Агнца является прообразом крови Иисуса Христа, который, во-первых, чтобы я не запутал, праздник Пасхи это был праздник выведения израильтян из буквального физического рабства. Праздник Пасхи благодаря пролитой крови Иисуса Христа это выведение человечества также из рабства, но рабства греха. То есть прообраз вот у древней Пасхи потом явилась смерть Иисуса Христа и тот праздник, который связан в общем-то с его смертью и воскрешением дальнейшим. Совет Тестя. Да, я об этом уже остановился, если бы сделал заметки, думая о том, что я буду... Да что ж там... Тебе не имется, слушайте. Думал о том, что я отдельно потом буду это зачитывать, но нет, свод законов, совет есть, это я уже сказал. Так, и давайте, знаете что, тогда мы перейдем к... сделать такую себе отдельную закладочку. Во-первых, давайте мы посмотрим на две карты. Вот рядышком как выглядит карта Мак из колоды Гестава Дере. Ну, по его грабюрам имею в виду. Давайте так, без уточнения. В общем, колода Гестава Дере. И как выглядит Мак по колоде Уэйта. Видим, что визуально они отличаются. И если мы говорим о какой-то символике, то в принципе привычной символике, которая прослеживается в карте Мак по Уэйту, где видно четыре стихии. В общем, давайте так, чтобы я сейчас отдельно не говорил и ее не описывал, я зачитаю то, что сам Уэйт пишет по поводу своей карты в своей белой книжечке. И потом мы сделаем некое сопоставление и посмотрим, может ли эта карта трактоваться так же, как карта по Уэйту. Есть ли здесь вещи, которые пересекаются? И если да, то в чем их пересечение? Юноша в облачении мага с ликом божественного Аполлона, с уверенной улыбкой и сияющими очами. Над головой у него мистический знак Святого Духа, знак жизни в виде бесконечной ленты Люмниската, образующий горизонтальную восьмерку. Его талию опоясывает змей, кусающий себя за хвост Роборус. Большинству из нас он знаком как общепринятый символ бесконечности, но в данном случае он указывает на бесконечность духовного совершенствования. В правой руке мага жезл поднятый к небесам, левая же рука указывает вниз на землю. Этот двойной жест известен в самых высших степенях учрежденных мистерий. Он символизирует нисхождение благодати, добродетели и света от того, что вверху к тому, что внизу. Таким образом, общей идеей является обладание силами и дарами Духа и их передача. Давайте, чтобы не зачитывать весь текст, так по абзацу и будем его сразу же обсуждать и комментировать. По поводу самой карты сейчас вот так вот сделаем, чтобы было видно ее. Давайте даже так, я сейчас перетащу, потому что я-то вижу карту, а вам она не особо видна. А, я не могу перетащить, потому что это вариант, который сейчас нельзя в онлайн режиме редактировать. Окей. Хорошо, хорошо, я, может быть, потом как-то помещу сюда эту карту отдельно. Хорошо. В общем, маг, который изображен по Уэйту и маг Даре. Да, нету такой явной символики в виде Люнискаты, в виде Ура Боруса, но это все символы, это все символы, которые за собой что-то несут. змея, кусающая себя за хвост, символ бесконечности. Но в данном случае он указывает на бесконечность духовного совершенствования. То есть, можно ли нечто подобное сказать о Моисее, как о проводнике, как о великом патриархе, который повел за собой народ, о том, что это бесконечность духовного совершенствования. Я думаю, что в полной мере да, потому что он смог пройти достаточно большой путь от того юноши, который убежал из египетского рабства в незнакомую землю, тому уважаемому человеку, который мог целыми днями судить народ, который говорил самим Господом, принимал от него Божьи законы, при этом сам был проводником этого народа, нисколько не отступая от этих правил и от того, чтобы быть уверенным в том, что он поступает правильно. Ну, это ли не признак того, что он духовно рос и совершенствовался постоянно в своем развитии? В правой руке мага жезл, поднятый к небесам, левая рука оказывает на землю. То есть, этот знак символический геремес от Трисмегисты, геремес Трежды Величайшего, который на своей изумрудной скрижале записал о том, что то, что наверху, то и внизу, а что внизу, то и наверху. То есть, все, что мы созданы как по образу и подобию Бога, и происходящее на земле, оно и является окражением того, что происходит на небе. Не то ли же самое сделал Моисей, когда Господь с ним говорил с неба, с горы Синай, давая ему свод законов и божественных правил, которые были записаны частично на каменные скрижали, частично переданы устно. То есть, то, что было на небе, Господом озвучено, спустилось на землю для того, чтобы перейти во весь народ. То есть, не то же ли это самое, как и указание вот этих двух рук? По мне, аналогично. Читаем дальше. На столе перед магом находятся символы четырех мастей Таро, представляющих природные стихии. Они лежат перед адептом, как фишки некой игры, которыми она распоряжается по своему усмотрению. Да, мы можем говорить о том, что здесь указаны четыре стихии, огонь, земля, вода и воздух, как символы мастей в картах Таро, но здесь ничего подобного, никакой такой подобной символики нету, но это и не является обязательным, потому что маг в данном случае, это просто подчеркивается, что он умело управляет этими стихиями, что он сведущ в этом всем. Может ли быть человек, общающийся напрямую с Богом и получающий от него свод знаний, правил и законов и сохраняющий такую стойку веры на протяжении своей жизни, не быть сведущим во всех этих стихиях и законах бытия? Территорический вопрос был. Эта карта означает божественное побуждение в человеке как отражение Бога, волю в освобождающем союзе с тем, что вверху. Это также единство индивидуального бытия на всех планах, а в наивысшем значении это мышление в его сконцентрированной форме. Возвращаясь к тому, что я назвал символом жизни и его связи с числом 8, можно вспомнить, что христианский гностицизм говорит о возрождении во Христе как о превращении в осемирицу. Это мистическое число связывают с небесным Иерусалимом, с землей, текущей молоком и медом, со святым Духом Господней землей. Земля, где ничет молоко и мед, это как раз и есть та земля обетованная, куда Моисей через 40 лет приведет израильтян. Это как раз и есть то самое божественное побуждение в голове человека или в самом человеке, как отражение Бога. Еще раз, то, что наверху, то и внизу. То, что было передано Богом посредством Моисея, то он отдал людям. Он как проводник, если хотите, он пропустил через себя ток, зарядился сам, но и отдал другим, не удерживая это все в себе. Он не стал наполненный чашей, он стал переполненный чашей знания и разум, из которого выливался наружу, утоляя жажду всех остальных. Маг представляет собой воплощение веры в могущество разума и силу позитивного мышления. Это принцип «Я есть». Маг символизирует жизненную энергию сознательного разума, являющийся ключом ко всякому творчеству и успеху. Наш сотворенный разумом образ, иными словами, то, какими мы себя видим, обладает магической силой, ибо его применение порождает наши успехи и неудачи. Всякая магия коренится в нашем собственном ментальном программировании и является плодом нашего творчества. Карта мага создана оккультистами как олицетворение потенциальных возможностей, пробуждающейся ментальности и раскрепощение творческих способностей. Такой немножко сложный витиеватый текст, но в принципе то, о чем я уже говорил, это сотворенный разумом образ, воплощение веры в могущество разума и силу позитивного мышления. не это ли как раз и прослеживается во всей жизни Моисея, то есть не вся ли его жизнь говорит о том, что это был непробиваемый человек, лидер, который ну что ты хочешь, ну зачем ты меня отвлекаешь, ну что там, еда есть, вода есть, ну что ты хочешь, давай, чтобы я не делал потом монтаж, беги. как раз это все в нем и есть, здесь отсутствует символика, такая как присутствует на карте Уэйта, но прочитав все то, что я сегодня озвучил и дополнительно получим информацию, мы имеем какой-то конкретный образ человека, конкретного человека Моисея, и мы понимаем, что это за человек, что за ним стоит, какая-то его манера поведения, тот путь, который он прошел, ну и если хотите побольше узнать, то я же говорю, можно еще раз прочитать Библию в большей части, в большей мере, чем то, что я прочел, там больше стихов, некоторые я пропускал, следует, конечно, останавливаться, отдельно подумать, задуматься о том, а почему он так сделал, потому что напоминаю, что Библия в большей степени выглядит как концентрат, который нужно вот разбавить немножко мышлением, разбавить каким-то контекстом, потому что так можно проглотить много информации, не распаковав ее, а действительно похоже на то, что здесь требуется какой-то конвертер, чтобы эти знания расширить и сделать более удобовремыми. вера в себя, свои силы и таланты способны пробудить к жизни сознательную ментальную магию, благодаря которой исполняется пророчество самореализации. Мы становимся тем, чем себя вообразили. Чтобы достигнуть этого, следует помнить, что наш сознательный разум способен поддерживать связь со всемогущей энергией сверхсознательного разума. Написано с большой буквы и, конечно же, подразумевается под то, что снова почти в каждом обзасе повторяется то, что можно сказать одной фразой. Все то, что наверху, то и внизу. Все то, что сделал в итоге Моисей на горе Синай, и вся эта жизнь, которую он прошел, для того, этот путь, чтобы это все совершить, оно вложено в этой карте Мак. И повторение того, что наверху, то и внизу, и принятие тех божественных законов, как некий договор, как заключение завета с Господом и людьми, работая над собой, выполняя те законы и заповеди, применяя их в жизни, потому что там многие из них были как ну просто закон, а многие были как принцип, который ты мог себе развивать, и это уже влияло на тебя как личность. То есть там уже не получалось просто вот взять, сделать, либо не сделать. А там не убей, не укроди. Нет, там чуть по-другому. По принципу возлюбив ближнего, возлюбив врага своего, как самого себя. Ну вот такие какие-то вещи, над которыми сложно было однозначно работать и сказать там да или нет. Здесь надо было действительно расти над собой. так, что еще? Выписал я некоторые слова здесь, и над которыми хотел бы подумать, как они, ну я над ним не думал, да, когда я их выписывал не просто так, но хотел бы я сейчас их чуть подробнее обсудить в разрезе того, как они могут в этой карте найтись, исходя из того, что мы уже знаем. Индивидуальность. По карте маг я выделил индивидуальность. Почему? Потому что несмотря на то, что Моисей постоянно он снова и снова повторял о том, что он исполняет волю Господа, что это не его инициатива, что не он такой мудрый, разумный, и так далее, и так далее. Но тем не менее, здесь прослеживается по этой карте вот эта самая черта индивидуальность. Либо человек индивидуалист, тот, который впирает в себя все для того, чтобы потом это отдать. Да, здесь может идти речь и о лидерстве. Вот есть разница между тем, чтобы быть, ну если мы говорим о каком-то предприятии, о том, чтобы быть директором и быть лидером. Директор это человек, который сидит, знает, как делать, сам не делает и говорит, ты делай так, а ты делай вот так. Лидер это человек, который делает то же самое, что будешь делать ты, но он это делает первее тебя, он собственным примером показывает, как это следует сделать, мало того, он скорее всего даже будет делать больше, чем ты. То есть, это человек, который поднимется на гору, он услышит те же законы, что услышал ты, но он возьмет на себя больше ответственности, он первый это будет делать, он будет вести народ, но он не будет говорить, куда тебе идти, а он пойдет первый и за собой будет вести остальных. Это индивидуальность и это же и лидерство, я отдельное слово также выделил, здесь написал, контроль, контроль по этой карте, его видно давайте так, для того, чтобы чуть проще было видеть все вот эти вот черты индивидуальности, давайте будем местами, я в первую очередь говорю это для себя, абстрагироваться от того, что это все, что происходило с Моисеем, происходило по воле Божьей. Давайте представляем, что это он такой человек, что это благодаря его каким-то навыкам, его харизме, благодаря тому, что он смог развить себе какие-то качества. И когда мы говорим о контроле, то здесь, читая и помняя все то, что происходило с ним, можно говорить, что он контролировал ситуацию. Что в Египте, что когда они шли, например, встречались с амаликитянами и была с ними драка, сражение, что когда он общался с начальниками израилевыми, когда он общался с фараоном, то есть во всем везде прослеживается контроль, как самоконтроль, так и контроль над ситуацией. Но если мы вспомним о том, что в начале пути Моисея он говорил о том, что ну, как бы возник кого-то другого, я не тот человек, который тебе нужен. Можно было вот как раз в данном случае говорить о том, что вот как в переверненном значении этой карты, что человек не совсем уверен в себе, человек, который он может и показаться тем, кто контролирует все на самом деле, но которому не хватает внутреннего контроля и уверенности. Я не говорю сейчас о Моисеи, я говорю о уже чуть забегая наперед, хочу сказать о том, как если бы эта карта выпала в гадании на какую-то ситуацию либо на человека в перевернутом значении либо в негативном прочтении, и что бы там можно было прочесть, что бы можно было выделить. Просвещение. Конечно, здесь налицо как индивидуальное просвещение, как рост человека над самим собой, так и просвещение, которое он нес всем остальным. Как я уже сказал, я его сравнил с той самой чашей, которая наполняется, она переполняется через края и начинает выливаться наружу, давая ту самую питательную влагу всем живущим, которые слышали его и внимали ему. Предприимчивость. Она здесь была налицо в каждом движении, в каждом жесте, в любой ситуации, которая бы не случалась, самая патовая, самая безысходная ситуация. Он всегда говорил, не парьтесь, я знаю, что делать, почему вы такие маловеры, все порешаем, все будет самым лучшим образом и видом. Да, он опирался на Господа, но вместе с тем, они все могли опираться на Господа, но почему-то этого не делали. Значит, речь здесь идет также и о качестве самого человека, о том, что он способен найти выход из любой ситуации. Это и есть самая предприимчивость. Воля. Воля человека. Воля и свобода. Два таких слова, которые можно объединить вместе. Сюда же можно также добавить и веру, но вот давайте сейчас поговорим о воле, и действительно это та черта и то качество, которое Моисей смог пронести через всю свою жизнь. Его волю невозможно было сломать. А, поверьте, были предпосылки и были варианты, когда это могло случиться. Если он боялся перед лицом Господа и говорит о том, что он косноязычен и что он не хочет идти и пошли кого-то другого, то неужели вы думаете, что когда он впервые попал в админирец фараона, который был наполнен золотом, величием, представьте множество слуг, охраны. представьте на секундочку, что вам предстоит встреча с какой-то очень важной персоной из, не знаю, топ-5 этого мира. Представьте этого человека, представьте окружение, которое вы попадете, представьте, через что вам нужно будет пройти, все эти пункты пропуска, охрана, обыски, вот эти вот все сканирования вас. И теперь представьте, что вы туда идете не для того, чтобы попить с ним кофеечку и поговорить о каких-то приятных вещах, вы идете ему о том, чтобы сообщить. неприятные вещи, о том, чтобы просить, но одновременно как-то и указывать на неизбежность. Если ты не выполнишь, то будет так. Представьте себя в роли вот такого обычного человека, который должен попасть к человеку из списка Forbes, предположим, пятерка мира. вот это воля, способности. Конечно, у этого человека были способности, был потенциал, и он его смог развить в те способности, которые действительно со стороны воспринимались как некое чудо, как нечто сверхъестественное, как то, что этот человек целован Богом, что это не просто какой-то обычный персонаж, что действительно это не читав лохвам местным египетским, человек, который намного выше этого, что он где-то обучался, что он на самом деле экстраординарный, человек, обладающий способностями, тут бесспорно, вознаграждение за упорство. Конечно, здесь вообще не пахнет наградой. Вот все, что мы с вами прочитали о Моисея на данный момент, все выглядит как великое служение и большой, длинный, сложный путь, пусть и интересный, пусть и преисполненный множество чудес, возможности общаться напрямую с Господом, но здесь нету вознаграждения в материальном виде. Но неужели Моисей был несчастен, как вы думаете? Что тогда давало ему ту самую волю, ту самую непоколебимость во всех этих ситуациях? Что позволяло ему двигать этот народ вперед, когда он каждый раз ломался, когда он каждый раз ныл, когда каждый раз он надувал сопли пузырями? Что давало ему вот этот самый контроль над собой и способность, и возможность вести людей вперед и двигаться самому вперед, не сломаться? Я думаю, что он получал вознаграждение за свое упорство, только конкретно Моисей получал это все в виде духовных даров. Но в любом случае в какой-то момент времени он был величайшим человеком среди израильтян. нигде не сказано о том, что он этим злоупотреблял или очень сильно это ценил. Он этим пользовался, но в большей степени это просто было. Он этим пользовался для блага других, и это просто было в его жизни, он по-другому не мог, когда он сидел и в течение дня судил людей, сообщая волю Господа, как он ее слышал, или он просто ее знал, потому что был умудрен опытом, потом выбрал таких же братьев своих, которых дополнительно обучил, которые обладали определенным набором качеств и характеристик человеческих. преобразование ситуаций налицо. Очень много было ситуаций, которые визуально выглядели как безысходными, как то, что произойдет только вот так и никак иначе. И об этом постоянно ему напоминали его соплеменники. Они постоянно гомерили, ну вот, наконец-то свершится все то ужасное, о чем ты, точнее, о чем нас предупреждали, что мы здесь все умрем, то мы умрем с голоду, то мы умрем от рук египтян, то мы умрем от рук амаликетян, то мы погибнем от жажды, то мы видим от того, от всего, от пятого, от десятого. И каждый раз ситуацию ему получалось менять. Каждый раз путем своих действий, путем манипуляций, он преобразовал ситуацию совершенно испатовой в просто невероятную. Чего стоят те налетевшие перепелы, упавшая манна с неба, вода, которая била из камня, войска амаликетян, которая была поражена в течение дня. То есть, все вот эти вещи, которые происходили и которые мы воспринимаем как чудо, они логично выглядели. И сейчас ученые могут объяснить, почему воды по той или иной причине, например, могли разойтись. То есть, ученые сейчас находят этому какое-то логическое объяснение. Тогда это воспринималось как чудо, да и сейчас, это бы также воспринималось. Но давайте мы это все будем рассматривать большим и разрезать человека-мага, человека-моисея. И это было на самом деле преобразование ситуаций. Каждый раз в нечто прямо противоположное. Профессионализм. Может быть. Почему бы нет. Человек, который был пастухом и который был никем, придя снова в землю египетскую, он смог стать лидером целого народа. Из обычного, некогда пусть не раба, а израильтянина выросшего в доме фараона, но потом убежавшего, он смог превратиться в духовного и фактического лидера, который повел за собой многотысячный народ и смог вывести его из рабства. Неужели это непрофессионализм? Идеи, нет, еще практические знания. Практические знания, да, тут они прослеживаются во многих случаях. Упоминаемый вариант, когда приходили к нему и он судил их, то есть это еще было до того, когда были даны законы свыше в виде десяти заповедей и всех остальных устных законов. То есть он уже говорил о том, как людям поступать, что им следует сделать в том или ином случае. И заметьте, очередь выстраивалась такая, что он судил целый день. Это были не единичные случаи. Значит, это пользовалось спросом. Это не был закон, это не был приказ, что я буду вас судить, приходите только ко мне, не ходите к Амраму Яковичу, например. Нет, то есть люди шли, потому что это давало какой-то практический результат. начинание планы. По этой карте, конечно, также можно об этом сказать, потому что каждое из тех чудес, это можно сказать и идеи, это можно сказать и планом, и чудесной реализацией происходящего. Чтобы не случалось, все это выглядело как логичный результат какого-то пусть заведомо может быть неправдоподобного начинания, но то, что непременно происходило и случалось. Сила сознания и разум. Да, здесь не столько присутствует интуиция, сколько просто разум, сколько сознание, сколько осознание себя как частью чего-то великого, осознание своей божественной миссии, осознание того, что тебе много зависит, осознание того, что ты можешь это сделать. И те знания, которыми ты обладаешь, они могут принести практическую пользу не только для тебя во вторую очередь, но и в первую очередь для тех людей, чьи жизни тебе уверены. Непосредственный контроль, где-то уже это было что-то подобное, контроль, да, был контроль в начале, непосредственный контроль, но повторяться нет смысла. И я бы еще хотел, Мак сообщает об отличной возможности воплотить задуманное в реальность, он предвещает успех и возвещает физически ощутимое начало действий. Это такая фраза, которая больше касается карты Райдера Уэйта из его колоды, но, конечно, она применима к данному магу. В принципе, я думаю, что у вас, как и у меня, не осталось сомнений, что эти карты между собой очень схожи. Здесь нет символики, но она и не требуется, потому что мы знаем подноготную, мы знаем вот этот путь и жизнь, которую прожил Моисей до момента, когда он дал людям божественные законы из горы Синай, и вот этот весь путь, он и говорит о том, что за этим человеком стоит, как он может поступить в той или иной ситуации, чего от него можно ожидать, а чего нет, как он поступит в беде, как он поступит в радости, как этот человек будет вести себя с близким, с врагом, насколько он будет терпелив или нет, насколько он будет справедлив либо жесток. все данные о жизни Моисея говорят нам об этом либо напрямую, либо дают нам понимание, как архетип человека, который может так поступать. Чего, в общем-то, не скажешь по этому магу, потому что здесь больше собирательный образ, а здесь образ конкретный. Представьте, что в вашей жизни есть, в жизни конкретно каждого из нас, кто сейчас смотрит, есть какой-то персонаж, неважно, это ваш близкий знакомый или это какой-то герой, о котором вы хорошо усведомлены. Представьте, что вы можете хотя бы мысленно поместить его образ на карту мага или на какую-то другую, которая вам ближе, ну, точнее, ему ближе. И вот каждый раз у вас будет всплывать образ того конкретного человека, но поскольку вы о нем знаете очень много, то вот нет, нет, Миша так в этой ситуации не поступит. Он бы поступил вот так и вот так. А почему? А потому, потому, потому. Ну, ведь легко? Да. Почему? Потому, что вы знаете хорошо того человека, вы знаете, на что он способен, а на что нет. Вы знаете его черты характера, вы знаете его какую-то историю, вы знаете его с детства, потому, что он ваш друг или это просто человек, которому вы живо интересовались и которому вы собрали очень много фактов. Нечто подобное я бы пытался сделать с Моисеем для того, чтобы сформировался яркий и понятный образ относительно этого персонажа. и я даже думал о том, чтобы может быть еще отдельно рассмотреть какие-то значения, которые могли бы по этой карте проиграться в одной из четырех стихий. То есть, в Жезлах это имеется в виду работа и какая-то социальная сфера, кубки, надо что-то больше личное взаимоотношение, Пентакли, это сфера финансов, сфера такого материального быта, существования, и Мечей, как сфера знаний и саморазвития. Если буквально в нескольких словах, хотя отчасти вот эти все фразы, которые мы только что разбирали, индивидуальность, контроль, просвещение, то есть, понятное дело, как они могут выглядеть в каждой из этих сфер, ну, в целом, может быть, может быть, давайте пройдемся. Например, в жезлах отмога, конечно, можно ожидать, если мы говорим о работе, если мы говорим о каких-то лидерских качествах, у меня уже сама эта фраза вырвалась, то, конечно, это человек-лидер, и тут уже не важно, он в буквальном смысле лидер является ли он директором, руководителем, если это директор, то, я говорил, это будет не просто директор, это будет лидер, это тот, который вначале сделает и покажет, как, который будет вести за собой. Если это наемный работник, и на него выпадает такая карта, то, естественно, следует от него ожидать, что он будет явно на голову выше всех своих остальных сотрудников, человек, который будет ярко выделяться на их фоне, который сможет себя зарекомендовать, проявить и заявить и себе самым необычным образом. Да, здесь не обязательно, чтобы за этим человеком скрывалась какая-то творческая профессия, здесь может быть какая-то необычная, даже точнее, обычная, заурядная профессия и работа, но он может в ней себя проявить самым необычным образом, что-нибудь такое предпринять, как-то пробиться вперед, повести за собой. Понятное дело, что в перевернутом значении, кстати, насчет перевернутого значения, то есть по негативу, давайте мы на секундочку представим такой момент, что вот переполовиним прочитанное из Библии и представим, что большинство действий, которые делал Моисей и слова, которые он произносил, он это делал от себя и за ним вовсе и не стоял Господь. И представьте, что в любой момент времени на каком-то из этапов, особенно на каком-то позднем этапе, он ввел народ за собой, но не за Господом, а за собой. Он ввел его с заведомо какую-то погибель, увлекаемой своей собственной идеей, идеей, которую он в первую очередь преследовал ради себя, ради своей личной корысти и выгоды, возможно, прикрываясь благими идеями и намерениями. Да, я понимаю, что несколько это попахивает иерофантом, но это также и маг в перевернутом значении это человек, который может быть уже очень слишком уверенным в себе, он может заблуждаться как намеренно, так и нечаянно, либо может быть человеком как начальный путь Моисея, который, обладая определенным потенциалом, мы видели, насколько он потом смог раскрыться в нем, он один смог вывести народ из египетского многовекового рабства, но вначале он сомневался в том, сможет ли он вообще это сделать, и он упирался всячески, находя веские аргументы перед Исом Господа, почему ему не стоит этого делать. Почему неперевернутый маг вполне себе может быть человек, который недооценивает свои способности, свои скрытые потенциалы, не желая его раскрыть и в полной мере им пользоваться. И, конечно, легко на фоне Моисея представить себе перевернутого мага, который в угоду себе выстраивает очередь из израильтян и начинает судить их, так как это выгодно ему. Или у него за спиной стоит, предположим, какой-то его дальний родственник, который ему недосмысленно намекнул, что вот в том-то и том-то деле между Аврамом и Сарой следует поступить вот так-то и так-то. И он так делает. Почему? Потому что он обладает властью и авторитетом, но пользуется себе во благо или во благо кому-то. В общем, злоупотребляет своей властью. злоупотребление своим авторитетом и властью вполне может быть по этой карте в перевернутом, в негативном прочтении. В кубках, если мы говорим о взаимоотношениях между близкими людьми, то, конечно, это никуда ты не денешь этого человека-лигера, никуда ты не денешь в том числе и человека предприимчивого, который способен быть упорным, который способен быть настойчивым, который точно знает, чего он хочет, который волевой, он сможет пронести сквозь какое-то длительное время благодаря своему упорству пронести свои стремления и желания. Ну и, конечно, в негативном значении это человек, который будет этим злоупотреблять, который может на сильном образом утверждать свой авторитет, лишний раз тыкая о том, что он прям такой весь фельдиперсовый, экстраординарный и необычный. Если мы говорим о сфере пентаклей, если речь идет напрямую о деньгах или о каком-то имуществе, то, ну вот, например, вознаграждение за упорство, если мы говорим о том, что что-то в сфере работы как вознаграждение, как получение финансового вознаграждения, то по этой карте это может прослеживаться как причинно-следственная связь. То есть все эти действия, которые ты производил ранее, благодаря, опять же, твоему упорному труду, таланту, твоей воле, это может быть щедро вознаграждено. Если мы говорим, ну, это уже какие-то более практические значения, то есть когда есть какой-то конкретный вопрос, выпадает карта, стоит покупать или нет, вкладывать деньги или нет, то такая карта, конечно, она может говорить о том, что это сейчас как раз самое время, что это самое лучшее, что может быть в перевертом значении как раз может говорить о том, что разум несколько затуманен и не стоит сейчас предпринимать те или иные действия, потому что воспринимаемая эту информацию неверно истолкованно, скорее всего. В мечах это как саморазвитие человека, получение знаний, но тут налицо уже жизнь самого Моисея, не столько его действия для кого-то, сколько его действия лично для него, имеется в виду, то, что с ним связано. Это то, кем он стал из человека, бежавшего из Египта, человека, который спускался сияющим лицом с горы Синаи и со скрижалями, на которых сам Господь начертал. Вот этот весь путь, который он мог пройти, он, к сожалению, не описан и не освящен с точки зрения человека. Во-вторых, что Библию нужно читать как концентрат, раскрывая каждый стих и думая, что за этим стоит. Вот он просто спустился и разбился с скрижали. А почему? Он же был предупрежден о том, что народ сделал себе золотого тельца. И он спускается, слышит их песни, пляски и разбивает. Ну что, он такой какой-то был вспыльчивый и горячий? Ну вот такие какие-то вещи, копание в этом заставляет больше раскрыть характер Моисея и подумать о том, почему он сделал так, каким образом он пришел к этому. И вот такое копание в себе, исследование тем всем качествам, которые присущи Моисею, они помогут нам в саморазвитии. То есть, это и работа над собой. Заметьте, человек не был рожден пророком, не был рожден тем, кто с детства знал, что его путь и предназначение это вывести Израиль из египетского рабства. Нет, это пришло к нему в какой-то момент времени, как Нео из Мадрицы, когда он узнал, что он тот самый избранный, и пришлось ломать свою жизнь. И, как это часто и бывает, герой вначале отказывается от своего пути, а жизнь ему потом снова напоминает о том, для чего ты предназначен и что тебе стоит сделать на самом деле, чтобы прожить эту жизнь достойно и полнее раскрыть свой потенциал, который в тебе заложен. Так, если честно, я уже несколько подустал, не знаю, какой у нас будет тайминг по времени. Посмотрим, поскольку это первый урок вот такого характера, не знаю, не знаю, буду ли я в следующий раз делать подобным образом, чтобы зачитывать такое большое количество текста. Я переслушаю, естественно, урок после того, когда я сделаю монтаж, и мои знакомые послушают, дадут мне фидбэк, дабы понимать, насколько вообще легко воспринимать такой объем материала. Не устают ли люди, не путаются ли мысли у них, не сбиваясь ли я в своем повествовании. Если я посмотрю, что все не так уж хорошо, как может показаться, то перейдем к такому формату, что я буду сам читать текст, его, в общем-то, пересказывать суть, возможно, сочетать какие-то цитаты, их вкратце обсуждать, а в остальном буду просто накидывать информацию, исходя из того, что я читал, узнавал, ну и наполнять какими-то графическими уже деталями. Ну что же, пожалуй, что за сим я хотел бы откланяться. Спасибо большое и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok